16.06.2024, Высаля Амсоцкина. Итак, везде все пространство занято в основном анализом, комментариями, прогнозами так называемого саммита по миру, который надо попытаться достичь, чтобы остановить разрастающуюся все более каверну войны между Российской Федерацией и Украиной. В Швейцарии собрались возле Лозанского озера, вот в этом отеле, достаточно дорогом, где собираются разные небедные люди. Что уже можем, как бы, какие-то итоги сделать и, оттолкнувшись от них, понять, что может в ближайшее время происходить. Ну, во-первых, приняло участие в саммите где-то порядка, я так понимаю, где-то 90 государств, может меньше, может плюс-минус. Увидим, когда будут подписи, принято там соответствующий документ, ну, как, собственно, его и обсуждали. Вот там очень обтекаемая форма его, это и продовольствие, и пленные, и дети, и ядерная безопасность, и возвращение Запорожской атомной станции, и признание статута ООН, и в связи с этим международная поддержка Украины в рамках ее функционирования границ, которые зафиксированы как Украины, как члена ООН. Ну, вот и все, собственно, то есть, никаких таких, скажем, прорывных решений, нигде ничего не принято. Посмотрим, кто подписал, ну, то есть, вот это первый, как бы, итог. Посмотрим, сколько стран подписало, и кто именно подписал. А пока есть, тоже из того, что известно, это в основном те, которые раньше были союзники Украины. Это страны Европы, Европейского Союза, НАТО, ну, и в целом Европы. Вот. То есть, тут никаких, как бы, сюрпризов нет. Со стороны Африки пока фигурируют, там, три государства, так. Это Кения, это Ганна, и это еще там Кот-Дивуар. Вот. Ну, пока и все на уровне первых фигур. Латинская Америка, президент Колумбии отказался приезжать, сказал, что цель Латинской Америки не воевать, а данное мероприятие напоминает формирование блока войны, собравшиеся. Так что тут, как бы, открестились они от Зеленского и Ермака. Ну, есть Аргентина, есть Чили. Ну, так, вроде как, и все. От Азии. Кто от Азии? Палау какой-то там, с которым вообще не было никаких отношений. А кто еще от Азии таких? То есть, если говорить про первые фигуры, от ЮАР никого. В Бразилии вообще никого. Китая нет. Индия, там, приехал кто-то. То есть, такие, как бы, все очень и очень Индонезия. Ну, ничего, мы это увидим с вами, когда все равно будут подписи стоять. И когда будут подписи, их же скрыть нельзя. Можно так вводить тень на плетень, можно там рассказывать, как это все успешно идет. Форума мира, Зеленского, Байдена. Это все можно говорить, да? Бумага же, она, как бы, все стерпит. Разговоры, разговоры. Разговоры тянутся, да? Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Поэтому мы увидим подписи конкретные, какая страна. Хотя бы даже в рамках вот этого очень такого аппендиксного кусочка, который остался от этой формулы. Ну, вот пока и все. Понятно США, понятно Франция, это Шольц, Митера, этот Боже Макрон, Чехия. Ну, в общем, все-все-все понятно, понятно, понятно. Эти все люди, которые были. Денег дадут, еще дадут. То есть, они понимают, что если Украина, Зеленский настолько эффективно, Ермак, Зеленский, Шмигаль, Кулеба, они настолько эффективно, Стефанчук использует граждан Украины для того, чтобы воевать с Российской Федерацией, что все просто аплодируют Зеленскому. Никто так в таких объемах не допускал убийства граждан своей страны, президентом, который он был до 20 мая, как это сделал Зеленский. Никто, ни разу. Даже вообще, это даже предположить невозможно было, чтобы Кравчук или Кучма попробовали такие вещи делать, или Ющенко, или даже Янукович, или даже, ну, там, Порошенко. А теперь, оказывается, можно. Вот это главный вывод. Ну, теперь давайте про то, а вот что ж это за люди, которые поддержали Зеленского, сами деньги дают. Ну, смотрите, Мишель, да? Мишель, я так понимаю, что его полномочия заканчиваются в ближайшее время. С 1 июля Венгрия, Орбан станут председательством в Европейском Союзе до конца этого года, 24-го. Это не шуточки. А Мишеля надо будет переизбирать по-любому. Борреля тоже. То есть, то, что они говорили, это, знаете, есть такое выражение, это уже как те, которые уже уходят. Про уток там всяких, да? Бывают злые шутки, сказал медведь, слезая с утки. Поэтому это те, которых уже политически, их уже не будет на этих должностях. А Сунок, у него, например, пока еще до 4 июля в Соединенном Королевстве, его тоже не будет. То есть, осталось меньше месяца, когда будут выборы, три недели, и Сунока не будет. У него опять там рейтинг обвалился по полной программе, набирает рейтинг особенно либеральная демократическая партия и вот эта партия Брексита. Там идет просто серьезнейший набор рейтинга электората. А либеристы, они где-то вот на 30-32 процента. Но консерваторы падают, там просто убийственные падения. Там вообще, если они 10 процентов наберут, вообще непонятно, сколько они вообще, там пару десятков, может, проведут своих, так, этих депутатов. И на этом все закончится. Вполне возможно, что Сунока тоже не изберут, если он идет. Там все сокрыто, там сейчас прячется любая информация в тумане. Ну, не зря же туман и Альбион называют. Все в тумане. То есть, тоже человек, которого не будет. Макрон, если Макрон в конце месяца, его партия проиграет выборы и придет правое коллекционное правительство, то такой будет Макрон. Все. Макрон тоже, как говорится, уже песня спета. В Австрии тоже выборы будут в ближайшие месяцы. Естественно, это тоже проиграет. Не Хаммер или как там его. Партия свободы к власти придет. В Бельгии уже пришли правые фламандские партии к власти. То же самое в Нидерландах. Там формируется правительство. Уже Рюта вообще этого не будет. То есть, фактически происходят очень серьезные изменения. Президентом уже инаугурация была. Стал Пелегрини в Словакии. Все. Уже он официально вступил в должность. Ну, слава Богу, этот тоже жив, у которого стреляли премьер-министр. То есть, все потихоньку восстанавливается. Он тоже сказал, никакой войны. Орбан тоже тяжело, но он свою линию тянет против войны. Ну, так Байден, ну, так я думаю, его не будет уже в начале ноября. Что ж там осталось? Тем более, что уже сейчас выступал там в этот Трамп. Он четко заявил, говорит, ну, такого, говорит, величайшего парня, который так классно умеет продавать. Как Зеленский, говорит. Я, говорит, такой вообще выдающийся, говорит, что не видел. То есть, первое, что сказал, говорит, еще даже не зайдет в этот самый, в этот, как он сказал, так интересно, этот. Говорит, даже еще не будет заходить в Белый дом, но уже сразу отменит деньги для Украины. То есть, тут тоже как бы однозначно уже понятно все. Ну, так тогда возникает вопрос, так а как? Кто, собственно, будет Украину поддерживать с осени? Осенью есть, кто будет поддерживать или никого нет? Можете кого-то назвать? То есть, мы с вами видим, что ситуация, ну, она такая очень в этом плане тяжелая. Очень тяжелая. И это четко видно было, что Байден сказал, никаких денег, никакого оружия Украине, прошу прощения. Трамп заявил, никаких денег, оружия он как президент давать не будет. Поэтому тут тоже как бы все понятно. Трамп и его окружение вообще Зеленского, Ермака вообще не воспринимают никак. Вполне возможно, что Урсулу фон дер Ляй на второй срок тоже не изберут. Шольц? Так у него тоже очень сложная ситуация. И вот так молотят эти справа и слева две госпожи. Слева-то это самое Сара Вагенкнехта, справа его Вайделек, это альтернатива Германии бомбит Алиса. Поэтому, как говорится, куда бедному крестьянину сельской глубинке податься? Может так случиться, что это Шапито разлетится очень быстро. То есть, это как бы выступление, 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 но под ними ничего нет. Это все слова, это все словоблудие. Деньги дадут, да, деньги дадут, оружие дадут. Ну, это ж... Ну, и все. На этом все. Да, ну, линия фронта будет стоять. Ну, будет стоять, да. Ну, и что дальше? А дальше что? Ну, они будут бить по городам, по... Уже заявил вот Соловьев этот Шапира, что надо уничтожить, разрушить этот киевскую гидроэлектростанцию. То, что я вам объяснял. Это логика войны. Логика войны. Она все более эскалируется и эскалируется. Вот такие пока результаты. Там это, там, что Путин, там его растоптали на этом саммите. Или там его, типа, лицом в грязь бросили. Вы думаете, он на этом так просто успокоится? Он не будет сейчас делать никаких шагов, чтобы показать, что это... Совершать такие, как бы, действия, которые должны привести к соответствующей сатисфакции. Нет? Для него, конечно, это все очень унизительно. Противно, унизительно, мерзко и гадко для Путина. Он должен сейчас отомстить. Сто процентов. Вот сегодня шестнадцатая. Ноль шестое, двадцать два четвертая. Месть должна прилететь однозначно. Тем более, там, в Киеве провели все-таки прайд. Вот. Не долгий, но провели. То есть провели, зафиксировали. Канал открыли, дырку открыли. Для ракеты или для чего, да? Мозгов нет. Не понимаете, что делаете? Поэтому вполне возможно, что будет сегодня к вечеру или ночи удар. Причем мощный удар. По Киеву будет удар. По Киеву. Как раз Зеленский вернется. То есть, так просто не будет. Это, это, теперь Путин должен показать, что он же не в игрушки играет. Правильно? Саммит, в самом деле, его золотой миллиард, его очень серьезно, ну, скажем так, повозил фейсом аптейбл. Он в долгу не останется. Плюс Китай очень сильно там, над Китаем измывались. И над Китаем, и над Путиным, ну, и над другими там их союзниками. Поэтому, конечно, они должны чем-то отплатить. Ну, вот такой пока у нас с вами калинкор. Давайте посмотрим, уже когда будет опубликованный результат, итоговый саммита. И под ним будут стоять подписи государств. Нас интересует государство. Международные организации. Это тоже, как бы, поблесить и важное. Но это второстепенное все. Даже третьестепенное. Гутерриш четко сказал про он, что они в этом деле очень далеко находятся от этого формулы Зеленского. Поэтому, как бы, вот надо посмотреть государство. И когда мы увидим государство, мы тогда сможем четко говорить о том, какая дальнейшая перспектива этого процесса. То есть, ну, пока никакой. Если, вот как я вам, как специалист, эксперт, и теоретический, и практический опыт, я скажу, что это все просто на уровне разговоров. Это болтовня. Это все болтовня. А реальность, она другая. А реальность та, что фронт потихоньку Москоблина и Путина проламывают. И они, самое там опасное место, они движутся сейчас к этой дороге, которая может перерезать там основная трасса Константиновка, там еще Покровск связан. Но там еще хуже, там открытая дорога на Днепр идет. То есть, пока Зеленский, Ермак там ездят куда-то, все там, так сказать, презентуются. А тут конкретно Путина эти самые церберы прорывают оборону. Ничего не может этот, ни Павлюк этот, ни вот этот самый десантный, этот пехотинец морской, ни Сирский, ни этот генштаб танкист ташкентский. Ничего сделать не могут. Уже и оружие им дали, уже они сколько народа выгребли, похитили, туда бросили на фронт неподготовленного. Они ничего сделать не могут. Ну, нет таланта. Если таланта нет, ну так это ж такое дело. Говорят, породу не пропьешь. А если нет породы? Если дворняги стоят на высших командных должностях. Ну, дворняшка, она же есть дворняшка, да? Ай, моська, знаете, на слона, а рослает на слона, да? Пускай же говорят собаки, да? А слон себе идет, да? Медведь московский идет себе, да и все. И лая совсем не замечает этого. Крылова учите басни. И она же тогда что-то в мозгах начинает, хоть и мало мозгов, но хоть все равно что-то там, жилка хоть биться начинает. До новых встреч.